итак дорогие друзья всем привет продолжаем развивать сельское хозяйство селе ягодном и мы вот в прошлых сериях так сказать у нас компотно-варенно ягодный период был короче говоря и мы продавали ягоды да я продал в теплицах всю смородину часть клубники ну и осталось у нас еще малина ну это чуть позже мы продадим и теперь у нас имеется денег в сумме миллион триста восемьдесят девять как вы видите да то есть почти миллион триста девяносто то есть столько мы заработали вот и вот я думаю уже можно будет потихоньку покупать и начинать развивать новые предприятия да но прежде чем этим заняться надо бы нам поначалу заготовить корма да то есть а в частности я имею ввиду сено итак мы в этом году не будем старинным как говорится способом маленькой косилочкой косить сено а будем уже покупать новую технику я решил избавиться от наших вот этих вот старичков да вот это это от нашего говорится первого мтз до который у нас наверно уйдет тоже по цене металла наверно только вот и и от нашего вот этого т-150 гусян чека да и вот мы купим вместо него вместо них до трактора более-менее поновей ну и давайте ка наверное этим как раз таки займемся да вот так давайте ка мы сейчас так то 40 мы пока оставим да вот то есть они вообще вот уйдут у нас в мая в маленькую цену вообще в общем то да вот вот и вот т-150 тоже вот да вот они нам как говорится хорошо послужили вот наши старички вот и теперь надо будет еще продать нам вот эту вот к силочку маленькую нашу вот к дн q который да вот так отлично в остальном все водка говорится нормально остальное оставляем да вот и давайте к займемся покупкой новые техники для начала нам конечно взамен нашего мтз надо будет купить малый трактор да вот уже как говорится новый будет вот старенькие не будем смотреть ну можно будет желательно бы вот поновее да так вот допустим вот этот если посмотреть мтз 1025 дам вот смотрите ка такой мощненький трактор да вот то есть по цене 27 можно 25 можно чуть пониже вот так вот сделал то есть помощнее такими колесами да вот догружатели поставить фонтальные погрузчики да вот то есть так скорость 35 километров в час но есть у нас еще вот тоже интересненький мтз он немножко подешевле будет да он такой вот знаете модифицированный и у него скорость более-менее побольше будет да вот и я думаю давайте к наверно его все-таки купим так передние навески можно ставить если что да вот то есть дизайн с крылья снять крылья одеть догружатели можно поставить на задние колеса да он пока мы не будем ставить систему gps пассажир там какой-то 2 до капот поставить капот даже снять можно это интересно затонироваться можно смотрите когда но пока тонироваться мы не будем да давайте купечку поставим тоже пускай стоит мы все-таки зимой ездим двигатель я выберу помощнее да вот чтобы было это мощность 120 лошадиные силы ну и поставим короче крепление под погрузчик до от барнаул вот и давайте-ка выберем основной цвет не знаю выбор там красный что ли вот и оба да тоже вот такой же красный допустим выбрать красиво да смотрите-ка интересно так ну вот этот цвет выбирали же так ну в общем то вот такой вот короче трактор теперь у нас будет да самый такой у нас наш как говорится ходовой да вот шикарно так и так это мы купили малый трактор да и вот надо будет наверное место нашего тесту 50 я бы думал наверно более понове это 150 купить но решил все-таки зазариться на крупные трактора тем более мы еще дальше в дальнейшем же будем покупать поля вот так ну как вы догадались естественно будем покупать какую-нибудь кировец да вот так цвет каркас каркас безопасности не но мы его так дополнительные задние крылья каркас безопасности не будем ставить можно дополнительные освещения даже ставить смотрите-ка да вот так внешний тюнин какой-то так короткий воздушный фильтр гудок знак медленные транспортные средства по-разному интерпретирую короче как хочешь да вот ну так вот сделаем да пусть будет так двигатель 238 240 240 мв какой мощнее давайте к нам 400 лошадей оставим да вот так вот все таки 701 пусть будет план вот так вот оставим так вот сделаем так святого да давайте кинуть черный такой сделаем да шикарным тоже смотрится досмотрите-ка какой бы цвет передней решетки в принципе вот так вот оставляем короче говоря 93000 обалдеть классно так и я вот сейчас еще думаю купить сенокосилку вот возьмем короче вот такой вот старенький фурфрит так давайте по синий наставим так и к ним конечно вот жатку надо будет купить к ты косинки наши так и хочу уже я вот например сены и соломы собирать не россыпью а паковать короче в тюки и вот присматриваю короче присматриваю короче и так и так давайте ка вот такой вот наверно телегу тоже сколотим да вот пускай для сбора короче будет у нас тюков это хотя вот можно по-другому сделать так и вот так тюков щеки не ну я вот это в принципе присмотрел за 50000 да вот такой вот вот такой вот мощненький да болты щитки поставим надо давать номер инвентаря по напишем так ну все покупаем короче так немножко так вот как говорится по расходовались мы да так и вот купим участок короче с двадцатым полем оттуда будем мы как говорится сенокосить так осталось у нас 600 тысяч но мы это как говорится эти потери как говорится восполним итак посмотрим у нас погода в принципе ожидается не дождливая да займемся короче говоря сенокосом да вот и давайте-ка сейчас посмотрим какую мы новую технику купили ухты бедники старенький for free отваляется да вот это вот такой вот комбайн силоса уборочный итак вот наша новая техника да вот смотрите ка вот наш это так сказать мтз беларусь так это рожатка от сил очки вот да вот это вот наша телега так вот пресс подборщик кировец да и вот непосредственно так сказать сама косилка да вот так давайте ка мы немножко сейчас тут уберем да вот какой классный да опалтить так давайте ка мы заранее к нему прицепим короче наш новый этот пресс подборщик да такİня и карное как так так Так, подождем Так, пока оставим И давайте-ка сейчас мы Возьмем нашу вот эту косилочку И поедем косить сено Ну как шикарно, классно Кататься на новой технике Так, сейчас жапочку заберем Ну и поехали на поле Номер 22 потихоньку И будем сейчас там Скашивать провода Так, тут у нас конечно косилочка Она не новая, да Но, так сказать, еще Советских времен ГДР-овская, да И поэтому тут, так сказать У нас немножко вот тут Архаично все Возьмем Ну и в принципе тут от поля Недалеко будет возить Короче тюки Сена И как раз в тот ангар Мы будем складывать И теперь у нас Будет не россыпью А будет такой поудобнее Тюки складывать будем Так наша канола уже скоро поспеет Будем убирать Она у нас как говорится озимая Так я вот конечно кое что забыл сделать Надо будет это Корот покормить И лошадей Ну я думаю сейчас Немножко они пока постоят Вроде бы у них немножко есть еще Корма так сказать Оу Этот поддон Все еще так и стоит С удобрениями Которые мы так и не забрали Так вот наша трава Как говорится муравада Мы ее сейчас будем косить Которые мы так и не забрали Которые мы так и не забрали Сейчас прицепляем Сейчас прицепляем Сейчас прицепляем Так Разворачиваем И давайте-ка И давайте-ка сейчас наверное все-таки на маршрут поставим Этого Константина Текущего расположения направления Обход из травки подключить В принципе так 5.1 Часовая 10% возьмем Перекрытие поворотных полос Че это вообще Че это какое-то вот нововведение Я вот недавно скачал последнюю версию Курс плей Так Со стартовой точки начнем Вот так Ну вот так вот Таким вот образом начнем потихоньку Туда И на по-макчета что-то не хочет работать так а все понял где-то наверно шланги забыл подсоединить опять их вот да точно шланги забыл подсоединить здесь подождите шланги или кардан короче что-то забыл подсоединить а вот кардан забыл подсоединить а вот все а то решил поработать все теперь поехали вот так вот аккуратненько волок до укладываем и это потом мы будем пресс-подборщиком короче это дело все собирать так это у нас вот наш кировец да давайте-ка отгоним к его на базу на тракторную это поставим кондиционер такой примитивный стоит с вентилятором а а а а и а и и Так, ну вот здесь пока оставим Ну и давайте-ка, наверное, даже вот загоним в гараж Его пускай вот стоит там Как сказать, прохлаждается, да? Итак, наш Белорус Давайте-ка вот так запечатлим его, да? Шикарно Вот кажется, что-то я забыл тут подключить Кардан, мне кажется, он не подключен тут Ничего не понимаю Так Так, навеска работает, это хорошо, да? Так, разобраться надо еще Вот, так, кардан прицепили Теперь цепляем Шланги Все, шикарно Теперь разобрались Так Ну и поехали, пока его отгоним, как говорится, на поле И будем уже испытывать, короче говоря В следующей серии, да? Ну что же, дорогие друзья На этом пока мы завершаем наше видео Всем спасибо за просмотр Всем спасибо за внимание Кому понравилось Ставьте лайки Также гости Подписывайтесь на канал И не забудьте нажать на колокольчик Чтобы знать о выходе Следующих видео Ну и всем удачи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok